как летает самолет за счет чего это происходит вообще что такое самолет что это за аппарат такой сейчас вы все услышите так сначала следует следует разобраться вообще что такое самолет самолет по классификации это летательный аппарат тяжелее воздуха что означает тяжелее воздуха это означает то что его средняя плотность если взять его все объемы всю конструкцию и посчитать среднюю плотность то она кажется вы выше плотности воздуха это являются аппараты тяжелее воздуха также есть аппараты легче воздуха такие как аэростаты например Например, вы могли видеть тепловые аэростаты, воздушные шары, на которых многие любят летать, делать предложения девушке и так далее. Это могут быть газовые аэростаты, то есть это различные метеозонды и тому подобное. Это все летательные аппараты легче воздуха. Самолет же и вертолет, и другие очень много разных типов летательных аппаратов. Это летательные аппараты тяжелее воздуха, которые используют аэродинамический принцип создания подъемной силы. То бишь, у них есть неподвижное крыло, с помощью которого они создают ту самую подъемную силу, которая позволяет им отрываться от поверхности земли. Основные части самолета, представленные на данном рисунке, вы видите здесь. Основное вообще это крыло, то есть это то, что позволяет самолету отрываться от земли, поддерживать себя в воздушном пространстве и также служить для многих дополнительных целей. Следующий элемент это фюзеляж, который также служит для различных целей размещения экипажей, грузов, полезной нагрузки различной, например, почты. Например, это может быть также боевая нагрузка, спецаппаратура, в зависимости от назначения самолета. Далее это силовая установка или двигатель. Двигатель это отдельная часть силовой установки, дальше мы об этом поговорим. Также это шасси и оперение. Рассмотрим, для чего служат эти элементы в полете. Крыло создает большую часть подъемной силы. На него приходится вся нагрузка от веса самолета в полете. Именно поэтому крылья делают очень прочными. В них множество силовых элементов, которые не видно снаружи. В них размещают топливные баки, для того, чтобы противодействовать силе, тяжести самого фюзеляжа. Также на них могут размещать двигатели и другие агрегаты. Также, кроме крыла, подъемной силы создают и другие части летательного аппарата. В частности, самолета, как мы рассматриваем, это фюзеляж, который при определенном угле атаки создает тоже подъемную силу. Это мото-гондолы, то есть те, скажем так, отсеки, в которых установлены двигатели. И это горизонтальное оперение. Эти части также создают подъемную силу, которая учитывается при проектировке, которая учитывается при расчете летательных аппаратов. Как вы думаете, сколько крыльев у этого самолета? Правильно, я услышал ответ одно. У него одно крыло. Я посмотрю, какие вы будете струбны дальше. Так вот, считается, что у самолетов, большинство самолетов сейчас делают самонопланы, то есть у них одно крыло. Некоторые думают, что крылья два в тех самолетах, которые я показал. На самом деле оно одно и рассчитывается как одна балка. В общем, не будем углубляться. Два крыла в тех самолетах, которые мы встречаем в повседневной жизни, это Ан-2, кукурузник, всем известный. У него он имеет два крыла. Следующий элемент конструкции самолета – это фюзеляж, который служит, как я уже сказал, для размещения полезной нагрузки. И еще очень важная его особенность – он воспринимает все усилия и моменты от остальных частей самолета, от крыла, от оперения, шасси. И он нужен для того, чтобы эти все нагрузки выдерживать в полете и распределять их. То есть для того, чтобы он должен соответствовать прочности, надежности, чтобы самолет не развалился в полете. Частный случай вообще от компоновки самолета – это самолет, летающее крыло. Здесь мы видим самолет B-2 Spirit, американский стратегический бомбардировщик, сделанный по технологии Stealth, с применением этой технологии. Но нам важно другое. В этом самолете крыло, фюзеляж и оперение представляют собой единое целое. То есть эти элементы отдельно выделить не получится, то есть можно только в пределах крылам выделить зоны, где расположены эти части. Например, здесь мы видим, крыло утолщается, получается некое подобие фюзеляжа. Здесь эти части служат в качестве оперения. Ну и вообще сам самолет представляет из себя одно большое крыло. Почему интересен этот вариант компоновки? Их вообще очень большое множество. Все зависит в принципе только от фантазии конструктора. Зная физические законы, законы аэродинамики, вариантов конструкции и компоновки очень много. Так вот, представляет он интерес тем, что вся его конструкция по сути создает подъемную силу. То есть она наиболее эффективна с этой точки зрения. И наименьшее количество элементов на ней препятствует при движении самолета вперед. То есть все сделано максимально аэродинамично. В отличие от предыдущего самолета, который я показывал, у которого двигатели висят отдельно, оперение стоит отдельно. То есть он создает дополнительное сопротивление при полете. Такой самолет, такая компоновка выбрана не случайно, потому что это стратегический бомбардировщик. То есть его задача стоит полет на большой дистанции. Движемся дальше. Силовая установка, как я говорил. Чем отличается силовая установка понятие двигателя? Потому что двигатель это часть силовой установки. В силу установки входит не только двигатель. Входит также система обеспечения работы этого двигателя и контроля. Система обеспечения работы двигателя это масляная система, топливная система, пожарная система и многие другие. Пневматическая система, запуска, электро. В общем не будем все перечислять. А системы контроля это системы, которые позволяют контролировать работу двигателя. Это бортинженер, либо пилот-инженер сидит и контролирует частоту оборотов коленчатого вала, температуру газа на выходе. И таким образом может судить о стабильности работы двигателя на разных этапах полета. Может судить о том, что следует с ним сделать. Уменьшить тягу, увеличить, например, если какое-то отклонение, либо применить пожаротушение. Но все зависит от ситуации. Так вот, силовая остановка помогает самолету, как вы все знаете, двигаться вперед. Для того, чтобы преодолевать силу лобового сопротивления. Для того, чтобы создавать набегающий поток, его скорость. И отрывать в конечном итоге самолет от земли вместе с крылом. Основные виды авиационных двигателей, которые сейчас используются в авиации. Это турбореактивный, который используется в большинстве современных гражданских и военных самолетов. Он создает тягу за счет выброса мощной реактивной струи сзади из сопла. И является одним из наиболее энергоэффективных и мощных двигателей на сегодняшний момент. И позволяет развивать скоростя, в зависимости от типа двигателя и типа самолета, от нескольких сотен километров в час до нескольких тысяч километров в час. Турбовинтовой двигатель. Более устаревшая модель. Хотя есть сейчас тоже типы летательных аппаратов, которые используют очень успешно такой тип воздушных двигателей. Его тяга создается основным образом за счет винта, который приводится в движение турбиной. Но так же как побочный эффект у него возникает реактивная тяга, которая составляет порядка 15% от общей тяги. То есть он комбинированный по сути и винтом, и реактивной струей создает тягу. И так же поршневой двигатель. Такие двигатели применялись на заре авиации и применяются по сей день. Это по сути первые двигатели, которые позволили самолету, вообще летательному аппарату, оторваться от земли. Потому что именно поршневые двигатели позволили обеспечить нужную удельную мощность двигателя. То есть отношение мощности двигателя к его массе. Почему раньше до братьев Райт не могли подняться воздух? То есть теория аэродинамики уже в принципе была известна. Не могли подняться воздух, потому что были порывые двигатели, у которых именно эта удельная мощность была очень низкой. То есть мощность двигателя была, к примеру, 20 лошадиных сил при весе 100 килограмм двигателя. То есть такую массу летательный аппарат не мог поднять. Оперение. Для чего оно служит? Вообще, что такое полет? По определению, полет это управляемое перемещение в воздушном пространстве. Именно управляемое. То есть если мы говорим, например, о снаряде, который выпущен из орудия, это неуправляемый полет. То есть это нельзя назвать полетом, потому что это неуправляемое перемещение в воздушном пространстве. Именно для того, чтобы осуществлять управляемое перемещение, самолету нужно оперение. Оно состоит из неподвижных и подвижных частей. Неподвижные части представляют собой горизонтальное оперение стабилизатор, на котором установлен руль высоты, с помощью которого осуществляется набор и снижение самолета, и неподвижный киль вертикальный, на котором установлен руль направления. Также на рулях установлены триммеры, которые служат для снятия нагрузок с органов управления, то есть со штурвала. Это применяется в более ранних моделях летательных аппаратов. Ручные триммеры, такие как N24, N26, то есть в современных летательных аппаратах это уже автоматическая триммеровка идет с помощью просто кнопки. Снятие усилий, в принципе, они там даже не передаются, потому как электродистанционная система управления, то есть пилот не тянет непосредственно этот руль на себя через тяги, качалки. Он просто нажимает на джойстик, я думаю, все вы видели кабину Боинга, к примеру. Пилот просто как на компьютере на джойстике, джойстик поворачивает, и через провода эти усилия передаются уже на органы управления. Шасси. Шасси нужно для того, чтобы вы безопасно приземлялись, для того, чтобы самолет двигался по площади маневрирования. Это рулежные дорожки, взлетно-посадочная полоса, то есть для того, чтобы он мог перемещаться по поверхности земли и поглощать всю нагрузку с учетом перегрузки во время посадки. Шасси бывают совершенно разными, опять же, в зависимости от назначения летательного аппарата и представляют собой от маленьких колесиков, там на маленьких самолетах, до огромных тележек, шасси, так называемых, как мы здесь видим, представляют собой много схему шасси, у которой много колес. Как же вообще, какие силы действуют на самолет в полете? При установившемся горизонтальном полете, то есть когда самолет вышел на эшелон на большую высоту, например, на 12 тысяч метров, он летит прямо, горизонтально и не меняет свою траекторию практически. На него действуют четыре основные силы. Это сила тяжести, которая действует на самолет, она преодолевается с помощью подъемной силы крыла, которая создается за счет набегающего потока. Этот набегающий поток создает, соответственно, силовая установка, которая обеспечивает силу тяги, и эта сила тяги уравновешивается лобовым сопротивлением ХА. В данном случае все эти силы попарно уравновешены, то есть сила тяжести уравновешена подъемной силой, то есть самолет не снижается и не набирает высоту. И сила тяги уравновешена лобовым сопротивлением. Возникает вопрос, если все силы уравновешены, за счет чего движется самолет? Но если взятый канат, два человека возьмет его с двух сторон и будет тянуть с одинаковой силой. Так она будет двигаться? Конечно же нет. Так за счет чего летит самолет? А летит он за счет инерции, которую он приобрел при разгоне до этого. То есть если мы вспомним первый закон Ньютона и то, что он гласит, то что тело находится в прямолинейном равномерном движении, как в нашем случае, либо в состоянии покоя, если на него не действуют внешние силы, либо действие внешних сил уравновешено, как в нашем случае. То есть если у вас просят, а почему летит самолет на высоте, если там, допустим, все силы равны, а вы скажете, за счет инерции, все понятно. Так вот, как же создается та самая магия, которая поддерживает самолет в полете? Создается она примерно так, попытаюсь объяснить вам вкратце. Значит, здесь на анимации представлены белые частицы воздуха, которые двигаются в потоке воздушном. И здесь вы видите профиль крыла. Я думаю, всем понятно, что такое профиль, но в всякий случай скажу. То есть если крыло перерезать пополам, это его сечение, профиль его сечения. Профили бывают разными, следует тоже упомянуть в зависимости от скоростей, на которых летает самолет, и от его назначения. Так вот, когда профиль крыла самолета перемещается по воздушному потоку, то происходит следующее. Частицы, которые идут поверх профиля, идут с большей скоростью, как вы видите на этой анимации. А частицы, которые идут под крылом, замедляются. Значит, теорема Бернули гласит о том, что при уменьшении скорости потока, чем меньше скорость потока, тем больше в нем давление. Соответственно, наоборот, если скорость потока выше, значит давление ниже. Из-за этой разности давления, из-за этого принципа здесь создается избыточное давление, а здесь пониженное давление. Результирующая сила возникает вверх. Это и будет подъемная сила. Но есть и побочный эффект этой подъемной силы. Сила лобового сопротивления давления. Сейчас мы о ней поговорим детальнее. Поток также тормозится перед крылом, создавая, как мы уже сказали, тоже избыточное давление. А здесь он ускоряется. Таким образом появляется другая результирующая, которая пытается затормозить самолет. Она направлена в эту сторону. И полная сила лобового сопротивления рассчитывается из четырех составляющих. Они являются очень важными, и каждая из них учитывается. Сейчас вам расскажу почему. Сопротивление трения учитывается для того, чтобы уменьшить расход топлива самолета в полете за счет того, что элементы конструкции крыло, фюзеляж имеют плохое аэродинамическое покрытие. Например, если вы попытаетесь ногой сейчас по этому ковру поскользать, я думаю, немного у вас получится. А если вы будете делать то же самое по льду, это будет намного проще, правильно? Именно из-за этого лобовое сопротивление трения пытается уменьшить путем полировки поверхности самолета, путем его регулярной промывки и так далее. Сопротивление давления, как мы сказали, возникает при возникновении подъемной силы и препятствует продвижению самолета вперед. Индуктивное сопротивление является очень важной характеристикой. Здесь вы видите проявление индуктивного сопротивления, которое возникает из-за того, что давление под крылом выше, а над крылом ниже. И на законцовках крыла воздух пытается перетечь наверх, то есть он стремится в область пониженного давления. За счет этого возникают вихри на законцовках крыла. Именно из-за этих вихрей самолеты эшелонируются при вылете и при посадке по времени. То есть в загруженных аэропортах вы можете наблюдать картину, когда очередь из самолетов перед взлетно-посадочной полосой стоит, и на взлетно-посадочной полосе никого нет, на прилет никого нет, и все стоят. То есть возникает вопрос, почему все стоят? Потому что выдерживается интервал между взлетевшим только что самолетом и следующим, который будет взлетать. В 2010 году у нас была катастрофа в Кировограде. Там после Ан-32 взлетевшего, это большой транспортный самолет с мощными двигателями, выпустили без соблюдения этих интервалов маленький легкомоторный самолет Х-32. И на высоте 40 метров он попал как раз вот в такие вот вихри, которые создаются на законцовках крыла. Самолет перевернулся и упал. Ну как бы и все. Поэтому эти вещи очень тщательно рассчитываются и учитываются при полетах. И волновое сопротивление не менее интересная характеристика. Оно возникает только при скоростях близких к скорости звука. Именно из-за этой составляющей лобового сопротивления люди до конца 50-х годов не могли преодолеть скорость звука. Именно она приводит к возникновению таких явлений, как флаттер. Это что вы представляли. Вы летите в кабине самолета, у вас все хорошо, вы набираете скорость. То есть, но внезапно крыло начинает само по себе, как птица, вниз-вверх размахивать. И вплоть до того, что в течение нескольких секунд отрывается и самолет падает. Именно эта характеристика приводит к такому. И благодаря тому, что у современных самолетов крыло имеет стреловидность, то есть оно, как у стрелы, направлено под разными углами, в зависимости от самолета, мы можем летать на таких скоростях, как 1000 км в час, например, 900 км в час. Ранее это было недоступно, потому что люди об этом не знали. И крыло у самолета было прямым, у большинства самолетов. После этого начали делать его стреловидным и изменили профиль. Многие из вас видели, я думаю, при перелетах вот такую вот штучку. Это называется винглет, который как раз служит для уменьшения индуктивного сопротивления, о котором мы говорили в предыдущем слайде. То есть для того, чтобы вот такие вот вихри уменьшать как можно сильнее. А если мы уменьшим вихри, мы уменьшим расход топлива и уменьшим стоимость билета. Поэтому всем интересно, я имею в виду и авиакомпаниям, и пассажирам выгодно, чтобы вот такие вот вещи стояли на самолете. Они уменьшают создание таких вихрей, но не для красоты. И последняя характеристика, которую я считаю важным упомянуть в этой лекции, это аэродинамическое качество самолета. Что оно показывает? Аэродинамическое качество — это отношение подъемной силы, которую создает самолет под определенным углом атаки, к силе лобового сопротивления, которое также создается при этом угле атаки. Как это понять? Все очень просто. Допустим, у этого самолета отказал двигатель. То есть он летел, двигатель остановился, либо был намеренно заглушен. Например, высота у него 1 км. То есть сейчас у него 101 км. Двигатель заглох, и вот как раз если его аэродинамическое качество равно 10, то с этой высоты без двигателя он сможет пролететь ровно 10 км. То есть это показывает его качество, его конструкции. Для того, чтобы вы поняли на примере, здесь приведены разные типы летательных аппаратов. Например, спальшаттл, имея качество до 4 единиц, с высоты 1 км пролетит всего 4 км. Но это немного, максимум. Вингсьют, который применяется парашютистами при прыжках, позволяет пролететь до 5 км максимум. Значит, самолеты различных схем имеют аэродинамическое качество от 7 до 15. Соответственно, если вашего самолета на высоте 10 км откажет двигатель, если у него качество будет 10, то вы еще с этой высоты спокойно пролетите 100 км. Поэтому в этом случае не стоит бояться и сразу впадать в панику. И в планерах, которые выполняются максимально аэродинамически качественными, то есть они летят за счет того, что они минимально поток делают турбулентным, то есть минимально его перемешивая, они могут пролететь до 60 км с высоты всего 1 км. То есть их вывозят в воздух с помощью лебедки или с помощью самолета, отпускают и дальше они летят себе. Я надеюсь, моя лекция вам понравилась, вы будете больше интересоваться авиацией, и я вам настоятельно рекомендую посещать наши местные аэродромы, которые в районе Днепра, это Орехово, Каменка, Майская. Летайте там, прыгайте с парашютом, потому что авиация это круто. Спасибо за внимание. Вопросы. Скажите, будь ласка, если у літака 4 двигуни, то при какой количестве работающих двигуни можно посадить літак? Тобто, например, какая-то кількість отмолила? Начнем с того, при каком количестве двигателей он продолжит полет вообще. То есть посадить его можно, в принципе, при 4-х отказавших двигателях, как было, например, на Гудзоне, если вы слышали. Фильм даже такой есть. Так вот, все зависит от ситуации, где находится самолет. Если он находится в горном местности, ты его не посадишь никак, хоть у тебя все 4-е будут работать двигателя. Значит, сейчас по технологии, не помню аббревиатуру, честно, сейчас, например, новейшие самолеты, Airbus 321, например, и Boeing 777, они сделаны по этой технологии. У них всего два двигателя, хотя они выполняют трансконтинентальные перелеты через Атлантику, через Тихий океан. У них всего два двигателя. Хотя раньше по документам ИКАО, это международная организация гражданской авиации, такие самолеты могли выполнять полеты только региональные. А через Атлантику могли летать только самолеты с четырьмя двигателями, как раз такие, чтобы уменьшить вероятность отказа над океаном. То есть, чтобы люди потом не были потеряны или как там... Ну, вы поняли. Сейчас при наших технологиях уже, в принципе, допускается всего два двигателя. То есть, даже если один двигатель откажет на одном двигателе, этот самолёт сможет успешно совершить посадку. Он молодой человек. Добрый вечер. Спасибо за интересный рассказ. У меня вопрос по поводу крыла. Почему поток сверху движется быстрее, чем поток снизу? Значит, существует, как правильно изъяснится, принцип неразрывности потока. Существует такой физический принцип, который предотвращает поток. Можно сказать, что это следствие от закона сохранения энергии. То есть, если в одном месте струйки потока замедляются, они в другом ускоряются. Ну, если проще говоря, мы здесь посмотрим. Здесь немножко не такая картинка, как должна быть. В принципе, большинство профилей сделаны не двояко выпуклыми, как здесь. То есть, они не симметричны относительно средней оси. А они плоско-выпуклые. Например, здесь поверхность более плоская, а сверху выпуклая. За счет того, что верхняя поверхность получается длиннее из-за кривизны, используя принцип неразрывности потока, этим частицам нужно пройти, которые идут сверху, им нужно пройти большее расстояние за тот же промежуток времени. Соответственно, они ускоряются. Для того, чтобы вот здесь, в этом месте они разделяются со своими частицами соседними. И для того, чтобы им в этом месте встретиться в одно время, верхние должны ускориться, если нижние замедлится. Потому что нижним нужно пройти меньшее расстояние, чем верхним. Почему этот принцип здесь вообще работает? Ну, то есть, совершенно непонятно, поток знает каким-то образом, что он должен сойтись в той точке? Вы знаете про корпускулярно-волновой дуализм? Вы можете мне рассказать. Ну, если вы знаете, какой в этом смысл? Я просто не знаю, какую конкретно часть. Ну, имеется в виду то, что откуда частица, например, тот же электрон знает, что его наблюдают. Почему она начинает вести себя как частица, а не как волна? Потому что она не частица. Но речь идет о вполне себе физическом, таком понятном, корпускулярном явлении. Просто я как раз читал, что вот это объяснение неправильное. Поток не должен сойтись в ровно той же точке. Нет. А где? Нагектаемся. Еще раз? Нагектаемся. Не знаю, не сидел на таких ресурсах. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, я посмотрю ту теорию, которую вы читали. Я, в принципе, тоже ее читал. Я с ней не совсем согласен, потому что у меня есть практические применения и практические использования различных профилей. И я знаю, как это действует. Я не совсем согласен с теми теориями. Хорошо, благодарю вас. Всего доброго. Еще вопросы? Мне понравилось, что когда часть крыла согнута, то билеты дешевле. А если сильнее согнуть, будут еще дешевле? Это не часть крыла согнута, это элемент, который устанавливается на законцовке для того, чтобы уменьшить потери на сопротивление индуктивное, лобовое сопротивление индуктивное. То есть, по сути, они-то будут дешевле, просто вы этого не заметите. Спасибо. А не будет дешевле для перевозчика. Вот еще девочка хотела. В самолеты вообще садить пассажиров неисправных могут? Если самолет неисправный, могут ли меня посадить? А куда их высадить? Я просто думаю, как мне предостеречь себя от каких-то авиакатастроф? Не, ну, может, там некоторые из вас смотрели там видео, когда подходит техник и шатает крыло вот так вот перед вылетом. Хочу вас заверить, это абсолютно нормально. Потому что крыло имеет некий ход, потому что оно прогибается как вниз на земле под действием силы тяжести топлива, которое в нем находится, так и в полете, потому что к нему уже подвешен фюзеляж, и крыло уже является опорой для фюзеляжа, оно прогибается вверх. То есть для того, чтобы обеспечить прочность конструкции за счет этих колебаний, то есть крыло, это допустимо. Скажем так. А вообще, конечно же, нет. Самолет готовится перед вылетом по всем пунктам, он заправляется, оснащается нужными жидкостями, агрегаты проверяются все. Кроме того, пилоты делают это чек различный перед различными этапами полета, перед запуском двигателя, перед рулением, перед взлетом, во время взлета, во время полета, перед посадкой. Ну, то есть все системы проверяются, как только они дают сбой, какая-то из них, сразу же существует перечень необходимых действий, которые должен выполнить пилот. И многие системы резервируются в самолете. То есть это из авиации пошло, если вы где-то наблюдаете, что есть резервная система, например, там одна отказывает, и сразу включается в действие другая. В основном это пошло из авиации, потому что недопустимо, например, отказ системы управления во время полета над океаном. Поэтому обычно в больших самолетах их три или четыре. А вы говорили, что самолет летит за счет того, что уравновешивают все силы друг друга. А как, собственно, происходит процесс, когда он взлетает? Чисто из-за инерции или… Нет, я говорил, что эти силы уравновешены при равномерном прямолельном полете. То есть когда самолет уже взлетел, вышел на нужную высоту, на которой он будет следовать большую часть маршрута, и тогда он двигатели уменьшил тягу до той тяги, которая необходима только, чтобы преодолевать силу лобового сопротивления. На взлете же, за счет чего он приобретает инерцию и ускорение? За счет того, что тяга двигателя увеличивается до взлетной, потом до номинальной, это чуть меньше, но имеется в виду, до максимальной увеличивается, и таким образом он ускоряется. Вот, например, как вам объяснить, стоит там тележка на земле, она стоит неподвижно. Вы ее, чтобы она разогналась, вы ее начинаете катить. Вот вы в этот момент применяете к ней силу и даете ускорение. Вот так же само, точно так же двигатели придают ускорение самолету в начале этого полета, выводят его на нужную высоту, на нужную скорость, и дальше тяга двигателя просто уравнивает лобовое сопротивление, и он движется за счет инерции. Но просто если я начну катить тележку, даже при максимальной скорости она не взлетит. У тележки нет крыла. Это уже понятнее. Все зависит от профиля крыла, его площади, и до какой скорости вы сможете разогнать тележку. Всем привет, меня зовут Валат. У меня такой вопрос. Самолету сложнее взлетать летом или зимой? Сложнее взлетать летом. Если мы возьмем уравнение Бернули по созданию подъемной силы, там в принципе и на лобовое сопротивление оно такое же. Там одним из компонентов подъемной силы будет плотность воздуха. Соответственно, при уменьшении плотности воздуха уменьшается создаваемая им подъемная сила при той же скорости и площади. Соответственно, летом тяжелее самолету взлетать. Некоторые самолеты из-за этого не могут при своей максимальной загрузке взлететь И иногда можно даже в интернете посмотреть видео, когда самолет отрывается с последней плиты взлетно-посадочной полосы или не отрывается вообще И таким образом происходят катастрофы Также уменьшается подъемная сила и на высоте, потому что плотность воздуха с высотой падает И из-за этого самолет увеличивает свою скорость, дабы поддерживать нужную подъемную силу Можно ли создать летательный аппарат, который будет подниматься за счет того, что человек будет крутить педали? Теоретически я видел такие модели, которые якобы летали Но я, честно говоря, мускульную силу не рассматривал вообще в своих работах научных и практических И большинство из них настолько увенчались неудачей Спасибо Потому что мощность, которую генерирует человек, недостаточная для поддержания нужной тяги Спасибо за доклад У меня такой вопрос Что происходит с двигателем, если в него во время полета попадает птица? Это очень распространенное явление Каждый месяц я читаю сводки по безопасности полетов И где-то из 20 сводок 4-5 как раз о попаданиях птиц в двигатель, в фюзеляж, в лобовое стекло Бывает такое, что лобовое стекло у пилота трескается или вообще разлетается Но это вообще печально на скорости 800 км в час Так вот, если птица попадет в двигатель В принципе, это ничего существенного для современных двигателей не несет Да, это может быть повреждение лопаток, турбин Это может быть некий урон компонентам двигателя Но этот двигатель, скорее всего, не прекратит работу То есть современные двигатели тестируются с помощью специальной пушки Пневматической Есть видео также о том, как в эту пушку заряжается мороженая курица Ставится работающий двигатель И под давлением большим эта курица запускается Летя с такой скоростью, с которой летит самолет в полете То есть 600-800 км в час Она попадает в двигатель Таким образом двигатель останавливают И смотрят, какие повреждения эта курица нанесла двигателю В большинстве случаев, да, могут гнуться или трескаться лопатки турбин Но самолет долетит и маловероятно, что двигатель заглохнет Ура! Все! Все, вам спасибо Спасибо! 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 Спасибо!